Добрый день, друзья! С вами Ольга на своём канале Садовые Развлечения. Думала снимать, не снимать ролик. Вроде как в плейлисте Астра там есть чёткая посадка и пикировка этого цветка. Но подумала, у меня очень много новых подписчиков сейчас на канале. Возможно, они не догадаются заглянуть в плейлист. И вот решила снять. Самая моя любимая Астра, которую я единственная, которую выращиваю, это Хризантелла. Для продажи другую Астру я не выращиваю. То есть были у меня попытки и низкорослую выращивать, и какую-то другую там красивые картинки покупала в магазине. Но вот уже несколько, наверное, года три-то точно, может быть, уже четвёртый год, именно про Хризантеллу говорю, я выращиваю именно эту Астру, и покупатели конкретно приходят за ней. Вот на картинках она вот такая красавица. На самом деле она такая есть. Мощная Астра, вышиной. Так, что тут пишет производитель? Сейчас посмотрим. Он пишет, вышина растения 60-80 сантиметров. Стебель толстый, жёсткий. Активно формирует цветоносы второго порядка, которые дают 10-15 цветков на куст. Вот это правда. То, что они написали. Какая красивая эта Астра в рассаде. Стройная, высокая. Продавать её одно удовольствие. То есть товарный вид у рассады. Кто хочет заняться рассадой именно Астрой, товарный вид именно у Хризантеллы очень хороший. Ещё есть время купить эту Астру. В магазинах она продаётся. Так, биотехника, по-моему, да? Да, только биотехника выпускает такие красивые картинки. Но того стоит. Вот из Хризантеллы у меня тоже есть три любимицы. Это вот Лимончелла. Такая вот Астра. Обожаю её. Жёлтая. Зимний взгляд. И розовый перламутр. Вот эти три серии наиболее мне полюбились. Розовый перламутр – это вообще какой-то шедевр. Вот здесь вот верхний цветочек. Вот этот вот. Он даже на картинке нарисован как будто розово-жёлтым. И вот так оно и есть. Когда распускается вот этот вот цветочек, он на самом деле вначале какой-то распускается как розово-жёлтый, потом переливается всякими цветами, как перламутр. Очень-очень интересная вот эта вот именно серия из серии Хризантелла. Расцветка я имею в виду. Но в этом году я искала вообще по всем сайтам. Сразу говорю, везде заказывала. Такого не было, чтобы на одном сайте можно было купить все расцветки. Прямо три или четыре сайта, вот где я реально искала расцветки этого цветка. Вот есть такой вот цветок лотоса. Золотая осень. Вот золотую осень буду первый год выращивать. Понравилась мне такая интересная расцветочка. У нас Анфиса прилетела. Это моя красавица. Наблюдательный пункт заняла. Цветок лотоса в прошлом году выращивала. Сбежавшая невеста. Элвис. Тропикана тоже в прошлом году выращивала. Тёмная такая астрочка. Белая призрак оперы. Очень нежная астра Сакура. Тоже выращивала в прошлом году. И фламинго на закате. И покупатели, которые уже покупали у меня эту астру, они конкретно приходят и говорят, нам нужна вот имена хризантела. Игла, она они прекрасно запомнили название этой астры, потому что она классная. Ну, сейчас быстренько покажу, как я сею. Приготовила вот такой контейнер, как всегда. Нарезала рядочки. Сейчас каждый рядочек смочу водой. Обязательно маркирую. И маркировку я вот не переклеиваю. То есть у меня уже в этом контейнере что-то там сходило. Может быть, уже как бы считай февраль на носу. Я просто-напросто зачеркиваю это число и пишу то, что мне надо. Вот 175-й, это у меня хризантела, золотая осень. Обязательно нужно маркировать. Почему? Потому что продаешь рассаду без цветка. И вот все стараются купить разную расцветку. И маркировка тут особенно в астре играет очень огромную роль. В каждой упаковке по 40-30 штук. Вот в одной 30 штук, в другой 40 штук. Сразу говорю, все 40 штук не всходят. Вот уже практика у меня показывает, что где-то всходит 50%. В лучшем случае. Это и хризантелла. Ну, сейчас вместе с вами будем сеять золотую осень. Я ее ни разу не выращивала. Но мне кажется, она очень красивая. Сейчас надо смотреть. Такая какая-то оранжевая, неоранжевая. Очень красивая. По картинке, по крайней мере. Между нами года. Говоря, она мне те года такая именно расцветка и не попадалась. Может быть, я ее не видела. Но очень красивая. Ведь техника, смотрите, как ее уже упаковывают. И в фольгу. Только лишь бы схожесть была достойная у этой астры. Ну, посмотрим, как в этом году. Ну, те года, вот 50% в лучшем случае. Ну, семена я буду раскладывать руками. Руками очень все просто делается. Где-то на через сантиметр. Семенам нужно будет немножко присыпать землей. Всходы появляются на четвертый день. Вообще, магазинная астра сходит не очень хорошо. Если, например, просто в пакетиках покупать. Да, вообще. Уже сколько раз я пыталась ее. Да я не хочу ее продавать. Другую не хочу выращивать, кроме хризантеллы. Повторюсь, что кто выращивает на продажу, если вдруг астру. Конечно, она дороговаться. Но я ее подороже и продаю. Всех устраивает. Повторюсь, что астру я продаю без цветка. Под каждую астру я кладу картинку. Ну, люди мне верят. Как бы я уже на одном месте пятый год буду торговать. Покупают. Нормально. Покируем в стаканчике 0,2. В стаканчике 0,2 я так и продаю. Не забываем, да, что сеем мы рядочками. Для того, чтобы потом можно было ухаживать за астрой. Окучивать. Рыхлить. Астру еще я сею, как говорится, немножко рановато. В прошлом году я сеяла 8 февраля. Ну, я решила, хочу быстрее отсеяться. Уже устала. А у вас еще есть время купить эту астрочку, вырастить ее в своем саду и наслаждаться потом цветением. Так как я сею рановато, она мне зацветает уже в июле. Вовсю цветет. Отцветает. Я удаляю побеги. Отцветшие семена я не собираю. Можно было бы, конечно, но я не собираю. Я заказываю на сайтах или покупаю в магазине. Ну, и слегка, где-то с миллиметра три, не больше, нужно будет присыпать землей. Обязательно. Чтобы панцирь отделился, проходя через землю. Слегка землю трамбовали и полили. И через четыре дня ждем сходов. Так, вот такой пассив астры. Накрываем крышками и относим под лампы. Давно я вам не показывала виолу свою. Я про нее вообще забыла. Она у меня тут стоит внизу, в прохладе, на самой нижней полочке. И вот я сегодня решила вам ее показать. Такая венка. Села я ее уже не помню когда. Что-то давно, естественно. Потому что она у меня уже большая. Такая вот. Не поленилась, сходила, посмотрела. 4 ноября. Все, всего хорошего. Всем больших удач. Выращивайте цветы вместе со мной. Оставайтесь на канале. Все, что делаю, буду показывать.